Так, ребят, всем здорово! В общем, гулял сегодня по магазину, там всякой китайской фигни, и нашел вот такую вот интересную штуку. Стоила она всего лишь 80 гривен. В рублях это где-то 200 рублей, или примерно 2,5 доллара. Думаю, возьму ради прикола вот посмотреть, потестировать. И вот сейчас вместе с вами в принципе попробуем открыть и проверить. Наверное, будет самое душевное видео, скажем так. Значит, выглядит следующим образом. Вот так вот упаковано. Здесь у нас есть инструкция по эксплуатации. Даже какой-то гарантийный талон. Ну, понятно, что талон. Это все китайское барахло. Значит так. Читаем. Если прибор показывает до 0,2 грамм на литр, 0,02 процента, промилле в вашей крови нет алкоголя. Если показывает от 0,3 до 10,3, в общем, от 0,3 уже, значит, алкоголь в крови имеется и садиться за руль нельзя. Так, если приклад не эксплуатуется, он отключается. Так, читаем, как правильно им пользоваться. Так, включили, да? Вот, нажали кнопку, натиснули кнопку, включили. Алкотестер выдал звук. Пошел режим тестования. Вармап. Ждем 10 секунд, пока устройство не начнет режим тестования. После будет режим BOW. Необходимо дышать на протяжении 3-5 секунд со всей силы. После чего на экране будет сам результат. Честно скажу, я уже попробовал, но вам говорить не буду, чтобы вам было не так скучно смотреть данное видео. Значит, сам этот алкотестер выглядит следующим образом. Зачем-то здесь придумали вот эту штуку, ну, типа, куда его цеплять. Ну, типа, куда-то цеплять, наверное. Ну, в общем, здесь вот такие вот сменные мундштуки. Вот еще здесь дополнительных четыре. Это, наверное, предусмотрено для того, чтобы какая-то компания могла продуваться, да. Ну, и питается он от элементов вот таких вот 3А. В комплекте они не идут. Их необходимо докупать самостоятельно, отдельно. вот в принципе и все. Значит, включаем таким вот образом. Он включается. Вот мы видим режим Warm Up. Вот идет время отсчета. Ждем. Вот, пошел режим Blow. Это значит, то, что сейчас нам нужно дуть от 3 до 5 секунд. Со всей силы. Ну, вот сейчас будем дуть. Вот, ждем. Видим, прибор показал все нормально, все по нулям. И сейчас, в принципе, он должен сам выключиться. Ждем. Так, ребят, я ничего не пил. Сейчас будем пробовать, как прибор показывает значение. Вот мы его включаем еще раз. Вот, ждем. Все, дуем. По нулям. Давайте для чистоты эксперимента я сделаю это еще раз. А потом мы посмотрим. Вот он выключился. Включаем. и ждем. Поехали. По нулям. Все. Ну, и сейчас наступает самый приятный момент видео. вложим прибор и вот. Ради этого, в принципе, и покупался этот прибор, ребят. Не обессудьте. Ну, ладно. Все это шутки. Ну, сейчас вот пробуем. Сейчас я делаю буквально два гладка пива, да? И будем дуть. посмотрим, что он нам покажет. Включаем. Поехали. Вот, видите, уже пошли результаты. 0,3. 0,3 это уже запрещенное. Давайте сделаю еще пару гладков и посмотрим, что он нам покажет. Как раз пока включим. вот, вы видите, как он работает, смотрите. Сейчас он показывает ноль. Просто ноль. Просто по нулям. Давайте поступим так. Я сейчас сяду, выпью бокал пива и включусь. Проверим это дело еще раз. Ну, что, ребят, как вы видите, бокальчик пива я осушил. И теперь будем делать чистоту эксперимента. Поехали. 0. Просто 0. Давайте еще раз. Включаем. Ждем. Сейчас буду дуть вообще со всей силой сколько смогу это сделать. 0. Вот. Вот это вот я вам и хотел показать. Но прикол даже не в этом. Вот смотрите, как он работает. Сейчас я наливаю еще один бокал пива. Вот. И теперь принцип его работы. я уже пробовал. Когда ты делаешь только буквально там 2-3 гладка пива и сразу же дуешь. Вот у тебя во рту еще остался вот этот вот, да? Пиво, скажем так, осталось во рту. Оно сразу показывает. Проходит буквально 2-3 минуты и он показывает по нулям. Я испытывал и дул, и так, и долго, и медленно, и два раза, и три раза. Я перед этим выпил там 2 литра пива, скажем так. Спустя 2 минуты он уже ничего не показывает. Только делаешь глоток, он показывает какие-то значения. То есть, я и давал ему время, может, чтобы он там как-то перезарядился и 10 минут и полчаса нет. Он работает только по принципу того, что ты выпил. Сразу подул и он показывает. Не буду говорить за все эти алкотестеры. Я им никогда не пользовался. Взял ради прикола. Отнесу его назад, отдам. Ну, смысл от того, что он будет валяться, потому что он никакой. И, в принципе, он не нужен. Я считаю, выпил, сиди дома, нет, на такси дешевле. В любом случае. И дешевле, и безопаснее для себя, и для окружающих. Ну, вот показываю вам то, что я и говорю. Вот смотрите, я его запускаю, сам беру, пью пиво. Видите? Он сразу запищал, показывает, что нельзя. А сейчас пройдет даже не две минуты. Сейчас вот сейчас вот просто возьму даже воды попью, чтобы просто вот попил воды. Буквально глоток. Сейчас вы посмотрите, что он уже показывает, реально ничего не будет. Это просто китайская фигня. Все, пожалуйста, садитесь за руль, едьте, не беспокойтесь. А когда вас остановят гаишники, скажите, вот у меня такая штука, я вот ду, пожалуйста, все работает, что вы от меня хотите. Так что, ребята, вывод какой? Не покупайте вот такую вот китайскую хрень. Она реально не работает. Это просто выкинутые деньги, и вы просто занимаетесь самообманом. Если вы вечером хорошо посидели, хорошо погуляли, отдохнули, и вам завтра нужно ехать, вызовите себе такси. Это дешевле, это безопаснее. Это 100%. Это из области, как собираешь грибы. Если ты не знаешь, что это за гриб, не бери его. И в этом случае, если ты знаешь, что ты вчера пил, то лучше не садись за руль. Если ты вечером выпил две бутылочки пива, конечно, это не вопрос. А в этом плане вот эта вся штука это самообман. Просто самообман. Китайский самообман. Не вздумайте такое покупать. Это полная китайская хрень, которая показывает черт знает что. Это просто выкинутые деньги. Да, деньги небольшие, но тем не менее я ее верну, потому что ну смысл от того, что оно здесь будет у меня валяться. Так что, ребятки, вот такое видео, может оно для кого будет полезно. Всегда, пожалуйста, вопросы, как обычно, в комментариях. Все, ребят, такое видео. Всем счастливо и пока.